Ну так, вопрос, мы беседуем. Ну, знаете, есть иногда добрая цель вроде бы стоит. Совершаешь усилия определенные. Совершаешь усилия определенные. А хуже и хуже становятся. Вроде бы нормальная цель построить дом для детей. Ну, значит, что-то не так, если... Это же промежние цели, мы же будем профилактировать, ну, основную стратегическую мы положим в жизни. Ну, да. А промежние цели, то вы какие? Мы определяем, вот как раз, мы не то, чтобы определяем, ну, обсуждаем, как определить, правильная цель или неправильная, или ложная. Стратегичную основную цель, или как определить? Да вот любая. Вообще, вот цель поставил, я к ней движусь. Ну, любая. Нет, ваш трейдер сделает, это стратегичные цели и тактичные. Ну, да, стратегические, хорошо, скажем, что... Да, то есть это цели жизненные, то есть глобальные и промежуточные. Стратегические, это глобальные, правильно? Если нам противоречит твоей цели глобальной цели, то, конечно, лучше ее не достигать. Если ты заменяет речи... А бывало у нас в жизни такое, вроде поставил цель такую, и идешь, а вот тяжело. Да, тяжело, это новое, наверное. Путь, любой путь, он предполагает усилия определенные, а усилие означает тяжело, аскеза. А как понять, что это тяжело, это надо продолжать, потому что это такой путь, надо естествничать, да, или же, что надо остановиться, потому что он просто уже говорит, не туда, не твое, не идти. Как понять? Да, вот как понять? Старших, только старших. А, нет, ну, на самом деле, интересный есть тест, очень простой, что все-таки по мере приближения к цели должно становиться все легче и легче жить в целом. Если человеку все легче и легче жить, по мере приближения к цели, которую он себе поставил, глобальную, стратегическую, как ее назвать, жизненную, там, даже не жизненную, может быть, просто дом построить. Вот потому что дома строят иногда десятилетиями. уже одну комнату сделал, переселился, там, это самое, и уже как-то нормально, и в ремонте еще 10 лет, потому что зарплата-то от желаний не увеличивается. поэтому человек должен чувствовать, если он поставил, даже речь не идет только о каких-то глобальных целях, но также о промежуточных, потому что промежуточные могут забирать годы жизни. он должен чувствовать, чем ближе, тем становится радостней. То есть труд есть, да, усилие есть, терпение есть, но все равно, чем ближе, тем радостней. Потому что вот в этом заложена просто очень пекая сокровенная такая вот загадка. Но при этом аскезы все равно остаются. Аскезы будет, да. Аскезы все равно будут, будут, но все равно будет внутренне, человек будет насыщаться, наполняться радостью. Секрет в том, что ну вот как бы если ставить банальные материальные цели в жизни, то такого не произойдет никогда. Это только если очень возвышенную цель поставить. Будет происходить такое. Чем более чище цель, тем вот этот фактор более проявленный. То есть фактор вот радости по мере приближения цели. Вы согласны? Да. Я тоже. Ну, но. Но. Как же мы все потеряли их в этой цели? Ну, слишком всего просто. Валентин, а вот у меня такое представление о жизни, подскажи, как тебе, что в каждом человеке есть родник счастья, изначально он дает от рождения, но из-за воспитания школа родители передают, забрасываются какими-то камнями. Это ложные убеждения, какие-то там страхи. И вот задача человека по жизни это вот очиститься от всего того, что это шелухи, которые мешают ему соединиться со своей душой. Вот такой вот путь. Потому что люди от рождения они более счастливые и довольные, бластные. А вторые такие даже вот изучают духовный рост, такие серьезные ходят, думают, вот такой духовный. А духовность она в качествах, а не в знаниях. Ну да. А знания тоже они все-таки... И в красоте. И в красоте, конечно. Ну да, в этом есть. Я согласен с этим. Ну не то, что я согласен, я разделяю эти взгляды, я так сказал. Что наша человеческая жизнь, она в целом предназначена для очищения. Просто оно не то, чтобы с детства набрасывается, а... Веды говорят о реинкарнации. Поэтому реинкарнация означает, что мы имеем... Долги. Долги. Я рождаюсь с долгами. Справедливая концепция. Но она объясняет. Неудачное рождение. Кто-то рождается больной и бедный, а кто-то здоровый и богатый. Богатый. Ну и там, и там все равно. Ну да. По факту, все люди, все дети рождаются хорошие в связи с... и они становятся тем, кем они становятся. Тем, кем они есть. Что-что? Тем, кем они есть. Ну или тем, да, может быть, да. Я недавно видел маленькую фотографию, ну не маленькую фотографию, а фотографию маленького. Что они заработали? Где-то, сколько ему лет было, там, где-то, наверное, годик. Так смотришь, ребенок, годик, маленький такой, хорошенький. А потом, я вот и жену как раз позвал, потому что я-то знал, что это за фотография, она не знала. Я ей, смотри, вот как ребенок. Ну она сразу заподозрила меня в каком-то тут этом самом, подвоге, да. Она говорит, ну кто это? Я говорю, это Гитлер. Фюрер, будущий. И вот так, например, что-то случилось бы, он погиб, например, в детстве, да? Ну что-то, какая-то ужасная смерть произошла. Вот так могло бы показаться, что кошмар вообще, такая жизнь несправедливая, мать страдает там. Все, но мы не знаем вообще, мы не видим вообще, что происходит в этом мире, просто не понимаем. Никто не знает вот этих вот, до конца никто не знает высших промыслов, никто не может сказать, что я знаю полностью. Можно догадываться, можно что-то знать на основе писания тех же самых, на основе мудрости, на основе каких-то способностей экстраординарных. что-то можно знать, догадываться, но всего знать невозможно. Есть такой текст в Бхагаватапуране, на санскрите он звучит так, что никто не знает планов Всевышнего, никто. это слово. Накаси, Кас... Каси, Чит, Раджан, Пуман, Веда, Веда, означает знать. Ви... 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 что он на самом деле неразумный потому что концепция и позиция по жизни я все знаю я это все это мы все проходили мне все понятно то концепция быстро заканчивается когда приходит экзамен быстренько все раз человек сразу глаза тускнеют страх апатия депрессия все если все знаешь что что переживаешь чего переживать если все знаешь признак знания отсутствие страданий признак знания наличие чистых качеств характера бесстрашивает одно из них абхая абхая означает бесстрашие что-то хотел бы кто-то сказать на этот счет мы еще к теме не приступали ну тогда будем потихоньку начинать и говорить о правдивости сегодня у нас тема правдивость называется насущная тема тема правдивости если честно то анализируя то что записано в ведических произведениях вот в совокупности может сказать что есть много различных качеств качеств благости правдивость это одно из этих качеств какие еще из качества доброта смирение да а какие еще качества добродетельные щедрость щедрость но надо подумать какие еще качества терпение сочувствие хорошо милосердие что еще какие еще есть качества хорошие любовь вот хорошие качества какие качества вообще хорошие какие нехорошие уважение уважение да уважение очень хорошие качества так вот так эти качества много хороших они не перечисляются в описании так вот среди них все таки правдивость занимает особое место вот качество много но правдивость занимает особое место согласно с ведами снова таки и сегодня мы поговорим собственно говоря о том что такое правдивость мы говорим о том что такое антипод правдивости то есть ложь дадим определение правдивости дадим определение лжи мы поговорим о том как отличать собственно говоря правду от неправды от лжи прежде всего мы будем говорить в ключе того чтобы я был способен говорить правду где я вообще говорю правду а где я обманываю также обсудим тему в при каких ситуациях можно соврать потому что такие ситуации есть в каждом правде да слава богу да ну и соответственно будем говорить о практике правдивости как таковой как это качество взращивается нужно ли его взращивать или не нужно мы будем обсуждать давай определение этим вещам а вот это практика правдивости потому что правдивость собственно как доброта милосердие то что вы перечисляли любовь в том числе это те качества которые нужно воспитывать взращивать они сами по себе спонтанно они не развиваются это те качества хорошие качества это те качества которые развиваются с помощью наших усилий причем наши усилия это не единственный фактор которые которые гарантируют обретение этих качеств нет не единственный фактор но составной фактор главный фактор это наши усилия поэтому разумный человек понимает эти вещи и он культивирует качество хорошее качество характера почему я задам вопрос зачем вообще нужны хорошие качества характера вот зачем я их должен культивировать почему бы не идти на поводу жизни как она будет складываться у чувств и ворочу что хочу наш долг а зачем его исполнять давайте посмотрим на это с точки зрения выгоды для себя улучшить в первую очередь улучшить свою карму чтобы в следующей жизни мне было чуть чуть лучше да хорошо а какие еще формулировка то есть это правильно да а какие еще формулировки чисто по ощущениям нарастает внутренние негативные качества и ощущения там страх появляется если ты принесешь агрессию то думаешь что агрессия тебе тоже никакую опасность вот то есть оно эти же качества возвращаются тебе через жизнь на практике то есть культивируя хорошее качество что я получаю жизнь более комфортная и счастливая счастливая да да очень просто на самом деле есть разное понимание счастья у людей веды объясняют это что есть счастье от чувственных наслаждений от экономического процветания но есть разные виды счастья на уровне ума эмоций чувств да правильно так вот так вот самое большое самые счастливые люди такое определение самые счастливые люди это те кто обладают самыми добродетельными качествами и степень этих качеств чем она больше тем больше счастья это показатель вот если проверить на счастье человека то почему то сейчас но вот настолько уже укоренилось это стереотипом таким стало вообще общественным что деньги и власть красота это критерии счастья ну ну давайте будем ну по честному давайте посмотрим как живут люди имеющие деньги власть красоту давайте посмотрим как мы сами живем от того что мы имеем эти вещи в какой-то незначительной степени тоже кто-то больше кто-то меньше люди думают что счастье именно вот в деньгах как говорится возьмем это таким вот словом словом деньги себя включает власть престиж почет там я не знаю опять же положение в обществе но нет счастье настоящее появляется тогда когда появляется качество качество смирения прощение любви в конечном итоге это все проявление одного качества под названием любовь потому что любовь питает сердце любовь наполняет его все эмоциональные окраски актуальны и сладки тогда когда есть любовь на самом деле когда есть настоящая чистая любовь мы сейчас не говорим о мы сейчас не говорим о банальном вожделении половых отношениях каких-то это как раз не любовь это называется вожделение это тоже качество эксплуатирующие не является добрым это качество и эти эмоции они в конце концов у каждого есть опыт сначала очарование потом разочарование но настоящая чистая любовь бескорыстная любовь вот когда хочется служить не ожидая ничего взуми вот это вот это качество питает сердце и удовлетворяет душу вот так поэтому в конечном итоге мы стремимся к счастью мы стремимся к любви есть такой афоризм ананда майя биасад у нас на скрытие звучит ананда майя ананда означает блаженство об этом снова и снова подчеркивается в писаниях говорится но иллюзия иллюзия мы склонны все совершать ошибки впадать в заблуждение человеческая жизнь такая склонную впадать в заблуждение что я куплю себе бутылочку вина сяду там женой выпью а проснусь уже с другой женщиной понимаете есть такое вот ошибочное восприятие что все будет хорошо картинку не надо сляж такое быть слишком способным к медитации что представить себе картинку сидят в ресторане это может быть каком-то или не в ресторане с вином или там с каким-то дорогим там коньяком вот эффект от всех напитков одинаковые одинаковые этих алкогольных вот и одинаково разрушающий человек ошибается просто напросто он не ведает не понимает он ошибается в иллюзии пребывает он сам себя обманывает не то чтобы его кто-то обманывает он сам себя обманывает что в этом счастье знаете как мотылек на огонь который летит у него нет других альтернатив да может быть но само наличие человеческой формы жизни предполагает альтернативу человеческий разум предполагает альтернативу есть способность мыслить и способность выбирать делать выбор в этом разница между человеком и животным человек может выбирать это как каждый из вас сегодня мог пойти куда-то знаете как обычно куда-то для кого-то вино для кого-то с женой для кого-то не женой для кого-то с чужой женой знаете как сделать вот то что чем живет этот мир вот реально реальность такого но все равно то есть желание развиваться совершенствовать себя приводит людей судам мы обсуждаем какие-то казалось бы элементарные вещи с одной стороны но с другой стороны жизненно необходимые которые помогают жить они решают наши сложности потому что если бы не сложности то какой смысл тогда вообще если все хорошо то все нормально никаких проблем и вот связи с этим мы говорим о правдивости в связи с этим мы говорим о правдивости поскольку я еще расскажу есть много качеств разных хороших качеств но правдивость в писаниях выделяется особо прощение терпение любовь там сострадание но мы говорили что любовь она как бы всеобъемлющая в каком-то смысле вот давайте возьмем ее как так сказать гуру всех качеств да император но пока мы ее не будем уже слишком там трогать возьмем вот милосердие то что вы перечисляли доброта сострадание но правдивость при этом отмечается особенным образом потому что другого не будет там все обман правильно без правдивости ничего нет да вот мы сегодня будем об этом говорить потому что шастры шастры означает писание шастра можно управлять с помощью оружия можно управлять с помощью писания и управлять с помощью писания это намного более возвышенная и действенная форма правления с помощью писания управлять шастра поэтому шастры это писание веды когда мы говорим шастры означает веды давайте попробуем с вами дать определение или даже не дать определение начнем с синонимов какие слова синонимы правдивости можно придумать искренность честность да откровенность и искренность честность потому что прямота да интересно потому что сейчас разбирая правдивость нам надо разобраться что это такое Скажу прямо. Скажу прямо, искренне и честно. Нам надо разобраться, что такое правдивость. Я вас не обманываю. Хорошо? Да, да, еще какие-то может быть? Верность, реальность, правда? А вот совесть, наверное, к правде тоже? Да, да, очень хорошо. Совестность, да. Жить по совести значит жить правдиво. Да, это тоже интересный момент. Я вам скажу, какие слова на санскрите используются, для того, чтобы определить правдивость. Вот сатья означает... Видите? Ничего себе, какая вибрация звуковая. Чуть стол не перевернулся. Сатья означает правдивость. А сатья означает плюс. Сатья. Сатья – это самое классическое слово, которое употребляется для определения правдивости. Потому что санскрит очень богатый, есть другие слова. Но мы возьмем только сатья, даже не будем перечислять другие. А сатья означает ложь. И алика, бьялика, анрыта – это все слова, которые определяют ложь именно. Неверность. И сейчас я вам скажу этимологию слова сатья. Этимология означает, как происходит, образовывается слово сатья. Оно происходит от сат. Сат. И слово сат указывает на бытие. И не просто на бытие. Ну, вы знаете, existence на английском, как бы, существование. Такой бинь. Не просто бытие, а вечное бытие. Сат. Если вы слушаете лекции, например, Олега Торсунова или Сати, того же самого Даса. У него имя такое интересное – Сатья. Или еще других там ведических проповедников. То вам известна категория гуна благости. Гуна благости. Гуна благости на санскрите называется саттва. 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 Означает тоже корень тот же самый. Сат. Вечность, бытие. Саттва. Потому что благость – это как раз там, где нет начала и нет конца. Нет рождения и нет уничтожения. Это чистая благость называется. Беспримесная благость. Это означает вечность. Так вот, слово саттва или… Не знаю, кто-то из вас слышал, безусловно, кто-то нет. Но веды разделяют историю человеческой цивилизации и в целом Вселенной в понимании циклов. Циклический. Говорится о том, что история – это циклическое явление. Что означает циклическое явление? Для того, чтобы представить циклическое явление, не нужно обладать какими-то заурядными способностями. Можно просто представить себе часы. Аналоговые. Не цифровые, а аналоговые часы. Где есть стрелка. То есть стрелка проходит определенный цикл. В 60 секунд. Возьмем секундную стрелку. Или минутную. В 60 минут. Цикл. И 59-0. Пошел следующий цикл. Потом опять. Следующий цикл. Следующий цикл. И мы называем… Мы уже здесь обсуждали это как-то. Мы называем 2017 год, 2018 год. И как бы нет конца у этих чисел, но мы видим, что каждый раз одно и то же. Одна и та же стрелка переворачивается и пошла дальше по кругу. Один и тот же сезон меняют друг друга. Зима. Весна. Лето. Осень. Оп. Опять зима. Весна. Лето. Осень. Оп. Поэтому мы определяем это цифрами, но по сути это цикл. То есть каждый раз это цикл. Небесные тела также движутся в соответствии с циклами определенными. Даже строение атома. Там тоже вот эти все мелкие частицы, как они называются. Нейроны там, электроны. Я не знаю. Я вообще с этим не имею никакого дела. Но там тоже есть свои циклы. Все в движении находится. В циклическом. Причем в циклическом движении. И наша жизнь каждый день одно и то же. Прожил, умер, родился утром. Прожил, умер, родился утром. Вот этот цикл. Так вот. Есть глобальные циклы, которые называются юги. Юги означают эпохи. Есть... Веды говорят о том, что все начинается с сатья юги. Опять-таки слово сат. Сатья юга. Значит, переводится это как эпоха добродетели. Сатья юга. Или ее называют золотой век. Когда нравственность, духовность находятся в своем эпогее. И когда стрелка, вселенская стрелка времени, так сказать, движет этим миром, то все постепенно приходит в упадок. Потому что, с одной стороны, мы можем подумать, что стрелка стремится от секунды к 59 секунде. Но, на самом деле, она стремится от нуля до нуля. Имеется в виду, она стремится к нулю. Понимаете? Она стремится... Стрелка идет к разрушению. Ноль означает обнуление. Вот это вот, когда 59 и уже ноль происходит, происходит обнуление. То есть, означает, разрушена предыдущая минута, уничтожена. Точно так же и циклы во всей Вселенной. Или в нашем, здесь, в этом мире. Потому что, вот эти циклы, они существуют... В общем, я не хочу сейчас вдаваться уже, чтобы не уходить далеко от темы, в особенности космологии ведической. Но циклы существуют только в определенном месте Вселенной, так сказать. На Бхарата Варше. Так вот, сначала Сатья-Юга. Это означает самая чистая эпоха. И она, опять же, называется словом Сатья. Сат, Сатья, Саттва, Гуна Благости. И Сатья означает правдивость также. То есть, для того, чтобы понимать, что такое правдивость, следует дать оценку, что не просто так это названо словом Сатья. Не просто так. Есть какие-то в связи с этим вопросы? Поехали дальше? Да. Добавлю, что Садгу, что буквально означает Святой. Святой тот, кто светится. Садгу. Это санскритское слово тоже. Тоже происходит от Турти же. Сад. И это были синонимы. Это была этимология. А теперь определение. Я вам задам вопрос, дорогие друзья. Что такое правдивость? Как бы вы определили это слово? А? Есть какие-то... Правдивость это? Это такая реальная оценка ситуации, поступка, как она есть. Без искажений, без каких-то ошибок из своих, субъективных. Хорошо, хорошо. Да, оценка ситуации такой, какая она есть. Субъективно или субъективно. А может быть субъективно. Сейчас усложним наше общение. Субъективное восприятие объективной реальности. Психофазотрон. Не его роль. Корректное субъективное восприятие объективной реальности. Психофазотроном. Да. Есть какие-то еще варианты проводить? Это готовность, наверное, принять вещи такими, какие они есть. И не только в нижнем мире, и в себе. Там свои качества, какие-то поступки, но назвать взаимыми надо. Ага, хорошо, спасибо. Готовность принять вещи, какие есть в себе и извне. Опять-таки психофазотрон, субъективно-объективно. Не, это факт, нормально, это просто так. Чтобы не засыпали люди. Нужно в саму душно, поэтому как-то пролитрить. Ну, я не знаю, здесь можно попробовать сделать окно. Вот видите правду, да. Это очень синонимом поставить правду. То есть назвал честность. И в каких-то разных уровнях, да? Собою, взимшими словами. Да-да-да, честность, честность. Говорили о честности. Прямо так. Так вот, давайте все-таки подумаем с вами. Вот, как это правильно сформулировать вопрос, чтобы он стал понятен. Ну, я не думаю, что он станет понятен, но я все равно его как-то сформулирую. И у нас есть разные органы чувств. Глаза, уши, руки, ноги, язык. Способности различные в теле проявлены. В физическом, психическом, так или иначе, в человеке проявлены способности. Вот с какой функцией взаимодействует правдивость как качество? С сердцем. С сердцем, хорошо. Какие варианты еще? С языком. С языком. Язык, глаза. Да, с какой функцией языка? Речь. Да, потому что у языка две функции есть. Первая функция – это вкус, а вторая – это речь. Так вот, речь называется вак. Есть побуждение, в каждом из нас есть побуждение импульс говорить. Вы не сможете не говорить. Вот честно вам говорю. Честно говорю, не сможете не говорить. Потому что это такой же импульс, как и многие другие. Есть практика. Мауна называется. Обет молчания люди дают. И это непросто. И все равно, потому что человеку хочется говорить. Хочется. Импульс. Импульс называется словом вега. Вега на санскрите. Вачо вега. Означает импульс говорить. То есть у нас у каждого есть импульс говорить. И вы должны понимать, что говорить означает тратить энергию. Интересный момент. Говорить означает тратить энергию. Часто кажется, что мы устаем и тратим энергию от физических нагрузок. Поехал куда-то в маршрутку на ногу наступили там. Или там неважно. Но физические нагрузки это не то, что нас отягощает по-настоящему. По-настоящему отягощает психика. Психика. То есть все вот эти вот сложности, депрессии и плохие настроения это психическое состояние. Или психологическое. Как его ни назови. Неважно. Ну вот речь. Интересно, что речь, моя собственная речь может меня разрушать. Разрушать мою психику и мою способность быть счастливым. То есть что означает разрушать психику? Означает терять способность быть счастливым. Просто-напросто. Понимаете? Терять способность быть счастливым. И вот вопрос. Даже не то, что вопрос, я отмечу этот момент. Я хочу сосредоточить на этом ваше внимание. О том, как это говорится в древних писаниях, в ведах. Что правдивость, качество правдивости непосредственно связано с функцией вак. Понимаете? Вак. То есть разговора. Когда мы говорим правдивость или неправдивость, это имеется в виду все-таки прежде всего. Да, можно говорить о том, что я сам себя обманываю, но это немножко не то. Это немножко все-таки не то. Вот когда мы говорим именно правдивость, то эта правдивость может быть по отношению к кому-то. И эта правдивость выражается в деятельности. И прежде всего в деятельности нашей речи. Поэтому честность и правдивость – такие самые сходные понятия в этом смысле. Это прозрачно звучит? Да. Да. То есть правдивость – это способность говорить правду. Интересно. Это определение не мной придумано. Опять же. Это способность говорить правду. Но вот не просто правду. А вот интересно. Отягощается. Говорить правду – это, так сказать, основной момент. Но этот основной момент не будет полным без второстепенного, без поддерживающего фактора. Говорить правду, направленную на благо других. То есть не просто правду, а правду, которая направлена на благо других. Вот это такое определение правдивости дается. Дается Шиле правопадающее в целом. Это интересно. Ну это, так сказать, святой ведический мудрец современности. И почему человек врет? Возникает вопрос. Как вы думаете? Чему он бреша? На пользу себя. На пользу себя. Да, на пользу себя. На пользу себя. Да, корысть, корысть. Да, да. Человек врет, потому что им движет корысть. А почему им движет корысть? Давайте попахтаем эту тему. Это интересно. Да. Пахтать интересно. Океан. 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 Почему? Ну, если он себя воспринимает, как эго украйничное, это не важное решение. Да, да. Корысть. Но что он хочет? Вот что человек хочет? Что означает корысть? Что он хочет? Что означает? Счастье. Он хочет счастья. Да. Да. А мы, кстати, определили сегодня, что развитие благих качеств – это очень корыстная вещь. Очень корыстно звучит. Потому что без развития благих качеств не будет никакого счастья для себя. А? Правда? То есть, мы сейчас не будем в детали корысти внедряться, что для себя, что не для себя. Ну, в общем. Но, значит, человек врет не просто руководствуясь корыстью. Потому что человек не врет, говорит правду во имя блага других. Он может руководствоваться коростью, но более, так сказать, уже более легальной, в благости. Корость в благости. Ради чего? Ради того, чтобы следовать закону нравственности, говорить правду для блага других. И если я буду делать так, во мне будет развиваться хорошее качество, я буду… правдивость мне будет приносить благие плоды, счастье в конечном итоге. Но человек, который врет, он тоже хочет счастья. Вот в чем парадокс. Он тоже хочет счастья. Просто он хочет за счет лжи достичь счастья. А первый вариант – он хочет за счет правдивости достичь счастья. Так вот, к какой категории вы к себе отнесетесь, это уже сугубо выбор каждого человека. Вот. Если он отнесет себя к категории, я хочу быть счастливым посредством лжи, то он получит соответствующее счастье. Потому что он ничего не получит. Если человек… Мы будем еще тоже обсуждать эти моменты. Ложь, знаете, это путь в никуда. То есть это плохое качество. Это все равно что-то зло, зависть там… И так далее и тому подобное. Это гнев, что-то там еще… Вожделение тоже самое. Это все, что ведет в никуда. Это не приносит счастья. Ну то есть это посыл, который исходит из ведических произведений. Валентин, секундочку, можно? Да, конечно. Да. Ну давайте тогда признаем всех. Я лично признаю, что я неправдивый человек. Очень хорошо. Да, неправдивый. Да. Как этого достичь? Чего? Правдивости? Да. Да, будем обсуждать. Сегодня у нас запланировано. Мы для этого собрались. Да, потому что мы вот сейчас это осознаем, понимаем, да, допустим. Ну давайте честно себе признаемся тогда. Да, да. Все правильно. Прежде всего нужно честно признаться, что я бррррр и брррр. Когда приятно познакомился, я алкоголик, и пейшоп и пейшоп. Знаете, так снимается пелена невежества, когда человек признаёт себе недостаток, он понимает, мне не достаёт этого. Он понимает, мне этого не достаёт. Я склонен, и я не просто склонен, я совершаю эту ошибку снова и снова. Я иду на поводу у своего ума, и я обманываю людей. Это первое, это залог успеха. Это уже проявление благости. Что дальше происходит, мы ещё будем говорить об этом. Так вот, корость, и он думает, что он достигнет цели, но он на самом деле просто ставит перед собой ложную цель, во-первых. Потому что если человек ставит цель развития хороших качеств характера, ну вот так вот. Я уже не говорю там за какие-то духовные вещи, удовлетворить Бога там, знаете, стать ближе к Нему там, или себя постичь как душу. Я за это вообще молчу. Вообще молчу. То есть если человек ставит целью улучшить свой характер, и при этом он лжёт, и считает, что это нормально, то он обманывает сам себя, лицемерит. В первую очередь. Да. И он толку с такой практики не будет никакой. Поэтому человек, который лжёт, как правило, он ставит другие цели перед собой. Он ставит другие цели. И если вы проанализируете свой опыт, вы поймёте, что мне приходится врать тогда, когда я преследую другие цели, не самосовершенствование, не там уже что говорить о какой-то религиозной, духовной практике. Нет. Я вру в каких-то вещах материальных, банальных. Но если поставлена стратегическая, как мы вначале обсуждали, если поставлена стратегическая глобальная цель улучшить себя самосовершенствованием, то человек будет по мере своей жизни, он будет, занимаясь практикой определённой, потому что это тоже практика. Развитие правдивости – это практика. Невозможно так. Вот сегодня мы с вами обсудили и всё. И завтра, и все вышли уже всё. Никто никому не врёт. Это практика. Это самосовершенствование, процесс. Но по мере углублений в этой практике, человек будет избавляться от этой склонности. Чем дальше, тем он будет меньше обманывать людей. И это у него постепенно будет входить в привычку говорить правду. Да. Валентин, скажи, пожалуйста, а если промолчать и не сказать правду, будет ли это считаться ложным? Вера, тебя спрашивают, а ты знаешь, что соврать не хочу? Промолчать? Ну, вы знаете… А я не слышу. Sorry. Как вы говорите? Что-что? А новость вчера смотрели? Знаете, тактические приёмы – перевести разговор на другую тему. Но это лучше. Это лучше. Конечно, это не самый лучший вариант. Но это лучше, чем на белое говорить чёрное. Валентин, ну в самом деле… Да, сейчас, сейчас. Вот это лучше, чем на белое говорить чёрное. Потому что говорить на белое чёрное – это вообще плохо. Служи там, наверное. Да вот, ну вообще, мы будем говорить о правдивости, по мере обсуждения сегодняшнего, по идее, должна проясняться картина. Потому что есть разные стороны этого бриллианта под названием правдивость, разные грани этого камня драгоценного. И это одна из грани. Умолчать. Лучше промолчать, чем сказать неправду. Это лучше, да. Но мы исходим из этого основного определения правдивости, которое сегодня прозвучало. Какое? Говорить правду во имя блага других. Вот так вот. Во имя блага других. Но в основном не все хотят слышать правду. Да, не все хотят слышать правду. Не хотят. Даже вот близкие там... Близкие там не хотят слышать правду. Не хотят слышать правду. И в основном даже близкие, родственники, ты перестаёшь с ними общаться, потому что они хотят от тебя лицемерия. Да, да, да. Это хороший, практический очень вопрос. Люди не хотят слышать правду, они хотят от тебя лицемерия. И мы будем говорить об этом ещё, опять же. Простите, что я делаю вот эти переправления, но это, во-первых, чтобы не засыпали. А кто? Ну, пока никто. Значит, мой маленький опыт показывает, что чем более свежая публика, начинающая, тем она более внимательная. Потому что у меня сегодня была с утра лекция, но она была сугубо на духовные темы в храме. И вот я уже привык, когда ты говоришь на вот эти вот очень возвышенные темы, то обычно, ну, как бы пару человек, они это самое, отходят. Потому что они уже... Они ещё не участвовали. То они наоборот, наверное, вошли в состояние... Да, они же это... Может, вы хорошо спите? А, ну, вы просто выспались уже. От часа точно вы выспались. Понимаете? Олег говорит, что научился спать с открытыми глазами. А если бы нам довольствие? Да. Ну, да. Ну, продолжим. То есть это интересный момент. Мы поставим тут галочку, в смысле не женщину, а в смысле птичку. Ну, тоже в смысле не живое существо, а такую галочку. Поставим и вспомним об этом, что всё-таки как быть, когда люди хотят быть обманутыми? Как тут применить вот эти вот постулаты, что надо говорить правду во имя блага других живых существ. А не то, что они хотят слышать. А не то, что они хотят слышать, да. Итак, если человек ставит своей целью развитие хороших качеств характера, самосовершенствования, то он будет ценить возможность говорить правду. И есть два варианта говорить правду. Когда хочется и когда выгодно. И когда не хочется и когда невыгодно. Первый вариант – говорить, когда хочется и выгодно правду. Ну, вот так или иначе, как хотите, считайте. Но вы понимаете, о чем идет речь. То есть, например, давайте смоделируем какую-то жизненную ситуацию. Когда мне вот приятно сказать правду человеку, и я ее говорю. Например. Ну, давайте. Что выглядит человеком? Давайте так, даже не приятно, а выгодно. Мне выгодно сказать правду. Я ему говорю. Просто, ну… Похвалить там работу коллеги, ну, например. Похвалить работу коллеги. Хорошо. Какие еще варианты? Ну, давайте подумаем. Когда мне выгодно говорить правду? Я ее говорю. Хвалить мужа за какую-то вещь. Ну, какие-то, которые он сделал. Чтобы потом у меня твой готов. Ну, что он в следующий раз сделает, что я хочу. Ну, да. Хвалить мужа – это… Это выгодно всегда, можно сказать точно. Сложный вопрос. Ну, когда вот видишь в человеке то, что тебе нравится, это есть, и тебе приятно, и хочется об этом проблеме сказать. Ну, вот, например. Олег. Прекрасно и сегодня… Да. В чем-то… Например. Вы купили себе новую машину. Мерседес. Да. Белый. Белый. Джип. Мерседес. И приехали на ведохлуб. Вышли, послушали лекцию о правдивости. Выходим, сейчас мы все вместе. И потом… Олег садится? Стоят машины. Много разных. И стоит один белый красивый Мерседес. И его спрашивают. Какой красивый Мерседес? Олег. Какой красивый Мерседес? Что это за Мерседес вообще? Ну… Это мой Мерседес. Понимаете? Правду сказал? Чистейшую правду сказал. Ну, почти. Он не учел одного момента, что все принадлежит Богу в конечной методе. Но… Но! Вы понимаете? А в чем вывод? Так, в чем вывода. Ну, как вывода. Ну, как вывода. Мой Мерседес. Белый. Ну, как же в чем? Ну, я ж хозяин Мерседеса. Значит, я достоин поклонения. Понимаете? Да, да. Ну, выгодно на уровне чувств. Я думал наоборот. Ему выгодно сказать, что это не его Мерседес. Потому что кажется, что… Ну, вот это какая-то долю счастья человек получит. Это вот то, что он прогордился вот сейчас вот. Ну, хорошо сказать. Приятно. Вот. А с другой стороны, может быть другая ситуация. Подвозил? А? А? Нет. А он как будет? Правда, не подвезу. Надо обвезти. Возьмем, например, человек, ну, как это сказать… Ну, вот другой пример. Он не хочет, чтобы все знали, что у него Москвич 412. Хоть не хочет. Особенно, например, невеста, с которой он познакомился, с которой он, например, самый вот… Вот одевает все, чтобы самое лучшее, чтобы было… Да, да. Он приходит. И потом вдруг как-то вот… Как-то… Вот… Вот как-то вот… Я не знаю… Ну, в общем, как-то… Показывал на смартфоне фотографии, там, значит, с автосалона… А что это такое? А потом раз и… Ой, извини. А что же это такое? А вот… А что это? У тебя 412-й Москвич? Понимаете? И тут уже невыгодно говорить правду. Почему? Потому что она подумает, что я не рыцарь на белом Мерседесе, а… На 412. А… Який там, значит, за Чупаховки хлопец на 412-му Мерседесе… А он бы сказал… Устар вывожу на нем. Это так затоваривается. Такой-то… Ну, уже будет… Будет уже… И в этом случае будет возникать, естественно, у нас импульс. Вот это называется вега. Импульс сказать неправду. Сказать неправду. Сказать неправду. Это какая-то простая ситуация, но… Да… Да… Да, это истинно такая вещь, что можно ее всегда практовать по-разному. Ну то есть есть два варианта, когда нам приходится говорить правду. Ну, точнее, первый вариант – нам приходится говорить правду. То есть понуждать себя. Другой вариант, когда нам это выгодно. Так вот, когда выгодно, мы сегодня в принципе не рассматриваем. Вообще мы это не обсуждаем. Вы должны, так сказать, зарубить себе на носу. Что мы сегодня не обсуждаем категорию правдивости, когда мне это выгодно. Мы говорим это, когда это несет благо другому, когда это принесет благо другому. И оно принесет благо мне. Да, я совершу, сказав правду, я совершу правильный поступок. Дхарма, это называется на санскрите словом Дхарма. Это важнейшее слово, мы его никак не можем выкинуть из нашего лексикона. Дхарма означает закон нравственности. То есть тот закон, который создан Богом, он работает в этом мире. Дхарма ту сакшат бхагава праниту. Вот говорится как раз о том, что Дхарма происходит непосредственно из Личности Бога. То есть это его закон Божий, вот так вот, если можно так сказать. Это и называется Дхарма на санскрите. Так вот, Дхарма, правдивость, это Дхарма. Это правильно, это хорошо. Ложь это Адхарма. То есть это неправильно, это нехорошо, это разрушительно. То есть для того, чтобы понять, зачем мне, собственно говоря, произносить правдивые речи, когда мне это невыгодно, нужно исходить из понятия Дхармы, из закона нравственности. Что с каждым правдивым поступком ты очищаешь свое сердце и умножаешь свое счастье. То есть когда ты понимаешь, что это выгодно, это разрушительно. Да, это тебе в итоге выгодно, в конечном итоге это тебе выгодно. Да, корыстный интерес, ну хорошо, хорошо. Для начала очень хорошо. Потому что я много встречал людей, которые говорят о очень высоких материях, о любви, о бескорыстии, о духовности, о лжопе, о таким мелочам вообще. Теоретически. Вообще, это все. То есть если человек, ну, если он остается лжецом по жизни, и он, о каком там бескорыстии вообще может идти речь вообще? Какой Бог вообще? Где ты, а где Бог? Понимаете? Если он, это элементарные вещи. Поэтому, а вот на этот Дхарму, на эту всю, это все мирское. Понимаете? Это все мирское. Не, ну, мы таких, мы не должны разделять таких взглядов. Если человек по-настоящему практикует, потому что есть санатана Дхарма, то есть означает вечная Дхарма, это означает духовная как раз практика. Если человек занимается санатана Дхармой, духовной практикой, вступает в отношения, там, как-то пытается развивать отношения со Всевышним, то он естественным образом будет следовать вот этой вот, так сказать, мирской Дхарме. И мы должны понимать, что исполнение Дхармы приносит благие плоды. Неисполнение Дхармы приносит бэд-карму. Плохие последствия. И ложь, это Адхарма. Ложь, это Адхарма. Есть какие-то вопросы в связи с этим? Дальше. Пойдем дальше, да? Еще есть, так сказать, способность? Но, интересно, я вам сейчас процитирую текст. Мы сейчас уже постепенно подбираемся к этому вопросу, где мы галочку поставили по поводу родственников, лицемерия, хотят быть обманутыми и так далее, и тому подобное. Есть такое произведение, называется «Бхагавадгита». И там говорится о том, что существует аскеза для речи. Аскеза. Знаете, что такое слово аскеза? На санскрите аскеза называется «тапа». Тапасья. Тапа означает добровольное принятие страданий на себя. То есть мне не хочется сейчас говорить правду. Мне не хочется сейчас говорить правду. Но я скажу, как есть. Приходит муж домой, не хочется сказать жене, что заработал тысячу долларов. Хочется сказать, что сто опять выплатили. Сто долларов. А заработал тысячу. Ну вот интересный момент. В особенности, кстати, дорогие друзья, если мы говорим здесь вот о этих вещах в особенности, правдивость, надо смещать акценты на взаимоотношения с родственниками. Потому что, но обманывать близких людей, это вообще нехорошо. Вот вообще нехорошо. Даже по мелочам каким-то. Так вот, сказать правду мужу, который пришел к жене, ему невыгодно, потому что он хочет себе что-то припрятать. Но существует аскеза. Аскеза означает принуждение, то, чего я не хочу делать. Я сделаю не так, как я хочу, а так, как благоприятно. Не приятно, а благоприятно. То, что мне принесет настоящее благо. Приятность будет благой, а не просто всеюминутной. Разделяется две категории, шреяс и преяс. То есть преяс означает преяс, приятно, в данный момент. А шреяс, это как раз благоприятно. Это то законное, настоящее приятно. Так вот, сказать правду, это благоприятно. Вот и все. Сказать жене правду, сколько заработал денег, если мы берем вот этот пример, это благоприятно. Жена уж тем более, если она куда-то идет, где-то, она должна сказать. Она должна сказать по-честному. Как это преподносить правду? Вот сейчас мы будем говорить, потому что правдивость не оканчивается, и аскеза для речи не оканчивается просто правдивыми словами. Например, человек алкоголь употребляет. И мы хотим, чтобы он не пил алкоголь, потому что это может привести к тяжелым последствиям. И мы говорим, правду направленную на его благо. Негодяй, алкоголик, тунеядец, опять пьешь беспробудно, вчера пришел на рогах. Как так можно? Понимаете? Так вот, аскеза для речи, это называется ван майам тапа, тапа означает аскеза, учете, ану двега карам, вакьям, вакья означает речи, так вот, ану двега карам, удвига означает беспокойство, мы уже сегодня употребляли термин вега, вега означает импульс. Удвига означает беспокойство, беспокойство, так вот, ану двега карам, вакьям, ану двега карам, вакьям, означает надо говорить слова, которые не вызывают беспокойство у людей. Комментируя вот это положение, мудрые люди, ачарии, ачарии это те, кто комментирует писание, дают объяснение, мудрецы. Они разъясняют, что когда учитель воспитывает своего ученика, он не обязан слишком уж перебирать словами, он должен говорить как есть, сразу, оп, и все. Это на учителя не распространяется. Ну да, потому что не то, чтобы ученик ему дал это право, потому что такова дхарма, таков закон нравственности, что учитель не должен слишком перед учеником своим, извините, я вас, ну вот. Вы от меня не откажетесь? Вы от меня не откажетесь? А, если я вам скажу, кто вы есть на самом деле? Господин, не откажусь, говори. Понимаете? Так вот, анудвега карам, это вселенский принцип, это универсальный принцип, нужно говорить слова, которые не вызывают беспокойства. То есть истину нужно преподносить таким образом, чтобы это не вызывало беспокойства. Если мы хотим сказать человеку, что он алкоголик, хорошо, мы можем это сказать, но именно здесь, о, видите, даже музыкальное сопровождение. Музыкальное сопровождение, музыку поставить какую-то, слегка, да? Человека можно напоить, оглушить, наконец, трупа, с чего трупа, как в том фильме. Ну вот где-то так. Понимаете, о чем идет речь? Анудвега карам вакьям. Дальше, сатья. Сатья провозглашается. Сатья это, как переводится? Правдивость. Правдивость, да. Так вот, это следующая эскеза для речи, правдивые. Слова должны быть не просто не вызывать беспокойство людей, не просто не вызывать, но они должны быть правдивые. Понимаете, в какие рамки вводится наша речь в отношениях с другими людьми. То есть надо говорить и правду, но так, чтобы не вызывала эта правда беспокойство. А то там мудрецы молчат. А то там мудрецы молчат, да. Они молчат в отношениях с тем, кому как бы нет смысла говорить. А к тому, кому есть смысл, то им в принципе... Ну, мудрецы высшей категории, они за словом в карман обычно не лезут. Хоп, на благо других. Но вот это даже Анудвега карам, это уже детали. Так вот, сатьям. Дальше. Прия означает приятные слова должны быть. Не вызывающие беспокойство, правдивые, приятные и хитам ча. То есть сатьям прия, хитам ча. То есть они не просто приятные, они не просто правдивые, они не просто не вызывают беспокойство. Они также принесут человеку благо. Мы думаем о том, как принести человеку, собеседнику благо. Это в жизни очень непросто воплощается. Потому что мы имеем совсем другие склонности и привычки. Поэтому это называется аскезой для речи. Это называется то, что не хочется, но нужно. Но дальше есть продолжение. Анудвега карам вакиям сатьям прия, хитам ча. И дальше вообще очень интересно. Сразу говорю, вы готовы? Откуда вообще, собственно говоря, силы появляются действовать вот так? Сва дьяя бьясанам ча. О, красиво, правда? Сва дьяя бьясана. Сва дьяя означает изучение вед. А бьясан означает, сегодня это слово тоже звучало. Ананда мая бьясат. А бьясан означает регулярность, повторяемость. Снова и снова изучение священных писаний. Дает это, представьте себе, в совокупности с тем, что уже было сказано. Анудвега карам говорить слова приятные, правдивые, на благо других направленные, не вызывающие беспокойства. И вот следующее, аскеза для речи, это изучать писание регулярно. И если человек не будет этого делать, не будет у него способности говорить правду вообще. То есть следует отметить, вот этот один из самых важных моментов, что первое, откуда мы черпаем силу для правдивости, для того, чтобы быть правдивым, на самом деле это касается и других качеств также. Это регулярное изучение священных писаний. Анудвега карам вакем сатем прия хитам чая свадья бьясанам чай ва ванма ям тапа учеты. Учеты означает, называется. Есть какие-то вопросы в связи с этим? Ну, звучит? С этим сложно спорить, потому что это истина. Дальше. Мы говорим о том, что нужно говорить правду всегда. Пока что мы говорим только об этом. Уже, как было сказано ранее в этой рекламной паузе, о том, что все-таки есть скидочки, есть скидочки в этом магазине. Что можно говорить. Но это и шастра. Что такое шастра? Татьяна, вот что такое шастра, помните? Пасание. А? Писание священное. Правильно. Да. Шастра означает священное писание. И оружие. А? И оружие, да. Но мы используем шастра как священное писание. Это и оружие. Да, это и есть оружие. Сто процентов. Правильно. Это и есть оружие. Так вот, шастра предусматривает, и она, скажем так, очень, ведические писания, то есть шастры, они очень реалистичны. Прикладная наука. То есть это не какая-то фантасмагория. Вот что-то как-то нереально. Нет. Поэтому делаются скидки, когда можно говорить неправду. Но интересный следующий момент, что чатур варням майя сриштам гуна бхавави бхагашам. Что общество, человеческое общество делится на различные классы. Есть люди более нравственные, более чистые. Есть люди менее нравственные и менее чистые. И традиционно ведическое общество было разделено на четыре классы. Брахманы, элита общества интеллектуальная, священнослужители, люди, которые знали глубоко писание, являлись преподавателями, учили писанием, проводили различные обряды и так далее. Это брахманы. Жили, как правило, на подаянии. То есть мы не будем сейчас в это детали внедряться. Кшатрии — это правители, управленцы, которые управляли обществом. Я никогда, никогда два раза, два раза не повторяю, не повторяю. Это не кшатрии. А вот кшатрии один раз сказал, вот его уже хочется слушать и исполнять то, что он сказал. Но в плане менеджмента мы сейчас говорим о организационных каких-то вопросах. Вайши — это торговцы. Это бизнес-класс, так сказать. То есть люди, которые... Сельское хозяйство. Раньше это было несомненно. Сельское хозяйство, да. Но не только. Было также там. Деньги давали взаймы. И различная другая деятельность была у вайшиев. Но сейчас мы видим, что такое рыночная экономика. Сейчас этих вайшиев, сейчас очень... Ну, людей, склонных к бизнесу, достаточно много. И шудры — это рабочий класс. Так вот, элита и общество считались три высших класса. Вайшиев, кшатри и брахман. Шудры считались людьми, ну, так сказать... Это... Ну, они не самые были высоконрасненные. Поэтому для них писание... Бизнесмены, да? Нет, шудры — это рабочий класс. Они были... А бизнесмен, рабочий класс? Они относились к категории вайшиев. Но мы не говорим за современное общество. Мы говорим все-таки о прошлом. Потому что в наше время... Калау, шудра, сам бхава есть такое. В наше время все шудры. Ну, то есть... Настоящих вайшиев, кшатриев, брахманов практически не сыщешь. Здесь нравственности. Да, да, потому что нравственности нет. Так вот, на вайшиев, кшатриев и брахманов, тем не менее, налагались особые... Особые обязательства. Это была элита общества. Элита общества. В особенности брахманов. На брахманов больше всего обязательств. Очень много предписаний. Вот дхарма брахманов, дхарма кшатриев. Дхарма... Вайшев, шудр — это все дхарма. Как человек... Это закон. Закон рад. Как человек должен поступать. То есть, так же семейный человек или отшельник, женщина или мужчина. Для всех своя дхарма. Это называется свадхарма. Поэтому свадхарма на санскрите. То есть, у каждого своя дхарма. И вся эта дхарма, все эти нравственные обязанности зафиксированы в шастре. Все это содержится в священных писаниях. Так вот, три высших сословия, их называли двиджа, что буквально означает дважды рожденные. То есть, они проходили особое образование. То есть, с них намного больше спрос. Поэтому, ну, например, такие вещи, которые сейчас, как там, прелюбодеяние. Сейчас такой стативы и как бы не сыщешь. Ну, даже никто этому значению не придает. А раньше это было, ну, серьезный проступок, мягко говоря. Или аборты, то же самое. Так вот, с шудр не было большого спроса. Потому что они, ну, их уровень был небольшой. Поэтому делались скидки. Им разрешалось много того, чего не разрешалось в высшем сословии. Например, пить алкоголь там или еще что-то. То есть, за них меньше было спроса. А есть еще ниже. Есть так называемые анти-васа. Анти-вас-ин. Анти-вас-ин. То есть, буквально означает тот, кто живет за рамками социума вообще. Это чандалы или млечки. А? Неприкасаемые. Да, то есть, неприкасаемые. С ними вообще для них, если... Они буквально, иногда, да. Ну, то есть, не обязательно, чтобы все они ели собак. Но... Но... Но не обязательно. Все равно, это не обязательно, что они ели собак. Они могли есть... А? Мясоеды. И мясоеды тоже. Ну, в общем, мы сейчас не будем сейчас прямо. Но млечки переводится, да, как мясоед буквально. Потому что... Ну, мы цепляем эту тему. Придется немножко... Несколько слов сказать на этот счет. Ведах... Я вам скажу сразу. То есть, разрешалось мясоедение. Как это ни парадоксально, но разрешалось. Однако были наложены очень строгие ограничения на это мясоедение. То есть, во-первых, можно было есть... Вот с космоса идет сигнал. Можно было есть животных, определенных только животных, и которые проходили через определенные обряды. То есть, только так можно было потреблять. Просто завести животное на бойню, убить его и съесть, это... Я бы считала, что бойня забронялась. Да, да, категорически. Вообще, такого не было. Ну, есть такое. Да, есть такое. Есть там. Ну, в общем, много ограничений по поводу мяса. Да, да, это факт. Ну, то есть, потому что... Ну, интересно, что... Ну, и это разрешалось, причем... Разрешалось, да. И даже в высшем сословием. Однако, все равно, при этом, вегетарианство, оно считалось большой добродетелью. И кто мог быть вегетарианством, ну, отказывался, в принципе, от мяса, это с точки зрения дхармы, потому что одна из... Мы говорим сегодня про сатью, правдивость, а есть еще одна, очень такая веха нравственности, называется ахимса. То есть, не насилие. То есть, нет смысла совершать насилие над другими живыми существами. Это плохо. Поэтому ахимса... Вегетарианство, это как ахимса. Если человек становится вегетарианцем не из-за того, чтобы себе здоровье поправить, а из-за того, что он из жалости к братьям своим меньшим, то это очень хорошо. Означает достаточно чистое сердце у человека. Потому что разные люди по-разному становятся вегетарианцем. Ну вот. Поэтому... Но в любом случае, святые люди не ели мясо вообще. Это факт. Вообще. Так вот. Но чандалы, как их называют, собакоеды, то есть, это вообще изгои общества. Это означает, в высшей степени, греховные люди. Ну вообще. Которые не соблюдают никаких правил предписаний, живут как попало и все. То есть, про них вообще даже, ну, особо на них дарма не распространялась. Однако, вместе с ним, все равно, Писание содержит качества, законы, которые обязательны для всех, без исключения, человеческих, живых существ. Будь ты чандал или брахман. И вот я вам процитирую, есть такая, як гевалкия смрити. Это такое Писание, як гевалкия смрити. И не только там. Есть Магабхарата, Шанка смрити, Васишта Дарма Сутра, Гаутама Дарма Сутра и другие, Ману Самхита, содержат как раз список качеств. Это он перечислил Писание. Перечислил Писание, чтобы не быть голословным. Список качеств, список обязательств, которые налагаются на всех людей. Вне зависимости от того, брахман это ведический или вот такие вот как мы. Потому что с точки зрения Шаастры, мы все чандалы. Ну вот так. Собак не едим, но мы чандалы. То есть мы не... На нас, нас как бы спросу меньше в этом смысле. Вот. Было до тех пор, пока мы не стали на путь. Ну и тоже, как этот процесс трансформации происходит, это тоже большой вопрос, непростой. Как это все происходит и как обязанности меняются по мере трансформации человека из чандала в брахмана, если он превращается. А такое бывает. Так вот. И говорится, Агимса саттям астеям. Это он прочитает текст из одной из смирития, из одной из писаний Яги Валки. Агимса. Мы уже говорили, Агимса. Все равно человек должен культивировать Агимсу, то есть не насилие. Не означает только даже мясоедение. Хорошо. Даже вот эти камахи, букахи, там тараканы, крысы, мыши и так далее, и тому подобное. Соседи, в конце концов. Все это живые существа. Все это живые существа. Они наделены чувствами определенными. Так вот, нужно практиковать Агимсу. Нужно практиковать Агимсу. Кто практикует Агимсу, не насилие. Конечно, уже рамки этой Агимсы уже обсуждать это уже по-другому. Ну, разумные опять же же. Это уже другой... Кушай мою ножку. Да, да, да. Ну, мы говорим о всеобщем принципе. Агимса сатьям. Сатьям, понятно, да? Агимса сатьям астеям означает не воровать. Астея означает никому нельзя, не позволено воровать. Агимса сатьям астеям шаучам индрия ниграга означает чистота. Все равно нужно культивировать чистоту. Обратите внимание, интерес. Если ты человек, значит, ты должен быть чистым. Индрия ниграга. И все равно нужно как-то обуздавать свои чувства. Индрия означает чувства. Данам, дамо, дая, кшанти. Нужно делать пожертвования. Нужно держать под контролем чувства. Нужно быть милосердным, кшанти и терпеливым. Сарвешам дхарма садханам. Сарвешам означает всех. Дхарма садхана означает для всех должна быть такая практика. Для всех. Все должны совершенствоваться в этих вопросах. И среди прочих качеств сатьям мы выделяем, что сатьям причисляется к правдивости, причисляется именно к... Вы поняли. Ко всем людям, без исключения. Невзирая на то, что шастра разделяет общество на классы. Понимаете? И чем выше класс, тем больше требований. Чем ниже класс, тем меньше. Но все равно сатья правдивость даже для низших классов актуальна. Я не буду с других писаний проводить, но там суть одна и та же. Сатья снова-снова встречается правдивость в других писаниях также. Я вам приведу также стату из Бхагавата Пураны или Шримад Бхагаватам 8.24. 8.20 текст номер 4. Нахья сатьят паро адгарма. Нету. На означает нет. На асатьят. Асатья. Асатьят означает чем асатья. Значит, нету хуже адгармы, то есть греха, чем асатья. Чем ложь. Магапарата. Магапарата 12. Книга говорит. 162.24. На асти сатьят паро адгарма. Нанритат патакам парам. Это означает на асти. На асти. Асти означает есть. Как это у нас? Азм. Есть. Асти. Есть. На асти. Не существует. Сатьят паро адгарма. Нет более возвышенной дгармы. Нет более возвышенных нравственных обязанностей. Чем сатья. И нет большего греха. На анритат патакам парам. Нет большего греха, чем ложь. Вот так говорится. И дальше сказано. С тхитирхи сатьям дгарма ся. Тасмат сатьям налопа е. Вся дгарма зыждится. Весь закон нравственности, как такое он зыждится на правдивости. То есть мы говорили сегодня доброта, милосердие и так далее, прощение, любовь в конце концов. Если нет правдивости, то сложно говорить о чем-то еще. Поэтому человек никогда не должен уничтожать правдивость. Тасмат сатьям налопа е. Налопа е. Он не должен. Тасмат означает. Поэтому. Я сейчас скажу несколько... Или не сейчас. Мы уже... Ну давайте все-таки. Или сделаем сейчас перерыв. Не, у нас еще не приехал перерыв. А, у нас не приехал перерыв. Правда. Неприятная, но правда. Да, да, да. Вы же должны были учесть наши интересы. Нет, мы уже не будем. Такая какая-то идея с другом. И такими словами. Они нас дождали перерыв. И тут нам такая... Ну хорошо, я тогда продолжу, да? Да, да. Я скажу, буду дальше цитировать выдержки из Писаний о том, насчет того, как определяется вообще, что такое сатья, что такое правдивость. Снова-таки Магабхарата. Будет много из Магабхараты. Шанти Парва. То есть это, ну в общем, из Магабхараты. Интересно, там рассказано о том, что правдивость проявляет себя в тринадцати качествах. Так вот, есть тринадцать видов правдивостей. Да вот сложный такой момент. Тринадцать видов. Тринадцать видов. Ну интересно, что это за виды, послушайте. Есть тринадцать видов правдивостей. Сатьям трайо даша вид гам. Вид га означает вид. Трайо даша. Даша означает десять. Трайо даша означает тринадцать. Сатьям трайо даша вид гам. И перечисляется интересно. Перечисляется качество. Самата, например, равно относиться к другим. Или там дама. Дама означает контроль чувств. Насам шага. Дама ш чай ванна сам шага. Ама царьям. Например, независливость. Отсутствие зависти. Кшама. Прощение. И так далее. Дальше. Хри означает сдержанность. Самоконтроль. Тити кшана. Тити кшана означает терпеливость. Отрешенность. И так далее. То есть почтительное поведение. Это все формы правдивости. Как интересно объясняется это в Магабхарате 12 книги. И агимса туда же. Агимса чай вара джендра. Сатя кара страйо даша. Есть вот 13. В каком-то смысле это 13 причин правдивости. 13 видов правдивости. Я не буду в разбор сейчас этих качеств. Потому что там дальше в Магабхарате Бишмадев. Который рассказывает эту тему. Он объясняет каждое качество. Что у нас хорошие новости. Не берут руку. Не берут руку. Но это намного лучше. Если бы сказали, что ничего не будет. Я не буду сейчас слишком погружаться в объяснение этих качеств. Потому что, так сказать, чтобы мозги выжили ваши прежде всего. Можно в двух словах, что имеется ввиду? Отрешенность. Отрешенность. Да. В целом смысле. Отрешенность от чувственных наслаждений. Вот что такое отрешенность. Дальше есть такой текст. Послушайте, это мы все определяем, что такое сила правдивости. Что это за энергия такая. Из сати, то есть из правдивости происходит способность совершать пожертвования. То есть вот этот момент. Понимание того, что это вообще надо делать. Потому что для того, чтобы избавиться от жадности, которая причиняет боль в сердце, надо культивировать щедрость. Для того, чтобы культивировать щедрость, нужно культивировать правдивость. Для того, чтобы культивировать правдивость, нужно изучать веды регулярно. это скажем так не единственный фактор но это очень важно то есть таким образом потому что человек который щедрость это тоже благое качество его нужно учиться проявлять так вот человек который говорит правду и происходит оттуда дана то есть дана означает дана вот щедрость вот это именно не щедрость а пожертвования дана даже ягья ягья означает жертвоприношение то есть как объяснить яги вкратце это ритуалистическая деятельность определенная жертвенная деятельность но я не знаю приведите какой-то пример яги 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 ну например даже вот знаете как службу заказывают в церкви приведем такой пример в каком-то смысле это ягья они проводят ритуал так вот дана ягья дакшина врата агнихотра веды и прочие вещи которые ведут дгами то есть иными словами махапарати текст вот этот говорит что различные вот эти вот способности совершать благочестивую деятельность они сать яд и сать я а есть так называемый отложительный падеж сать яд и справдивости происходит вот это все способности дальше дальше интересная связь приводится также в махапарате между способностью прощать разумный человек тоже понимает что лучше не уничтожить своего врага а простить его вот вот это искусство неразумный хочет уничтожить разумный хочет простить ну а если уже дхарма обязывает может быть даже уничтожить но все равно простить так вот это прощение называется кшама а кшама я кшама яшча прияний га прияний ча кшама ты сарвата садгу садва пноти часа тяван это тексты все в стихах записано так вот что касается прощения и обиды когда садгу то есть ну речь идет о саду в святом человеке когда саду смиряется кшаматы когда он вот сдерживает этот гнев прощает с тем что приятно и что неприятно то есть вот это вот прощение означает умение принимать спокойно то что приятно и то что неприятно одинаково воспринимать вещи так вот и дальше интересно качество вот этой вот прощение кшамы или вот этой даже кшама кшама это сдержанность в каком-то смысле тоже каком-то смысле это сдержанность обретает тот кто привержен правдивости апнотича сатьяван сатьяван человек который говорит правду он обретает способность и вот эту склонность прощать есть в связи с этим какие-то вопросы я знаю какой есть вопрос но у него нет ответа будут ли угощения сегодня да давайте нет правды среди людей есть правдость только у него да но если мы говорим о дхарме что такое правда что такое неправда да это важно с акцентировать на это внимание что как уже было сказано дхарман ту сакшат бхагаван пранитам что это закон божий дхарма что писание шастры они несут нам закон божий вот этот закон нравственности и мы оттуда узнаем что такое сатья а что такое понимаете да потому что вот то чем вы говорите сейчас это актуально потому что если мы я сам определяю себе или как говорят что там правда у каждого ну да она у каждого своя но объективно она одна для всех да да истина одна правду как все жизнь а если человек говорит правду как он считает но реальности это неправда например человек дольтони не видит свет нет этого красного света но он есть как это или его познательно искаженная истина тоже она неправильна ну имеется ввиду она будет нести последствия иными словами там дальше есть текст на этот счет из махахара так же что человек если он обманывает ну так сказать по наивности то есть он сам обманут и поэтому обманывает то есть это тоже он говорит неправду так это тогда 99,9 в периоде религи не ну почему мы говорим знаете пошел за хлебом а пошел на самом деле с друзьями в гараж выпить это же понятные вещи ну как бы это понятные вещи а есть вещи которые ну в которых мы сами себя обманываем просто напросто есть вещи на которые мы сами вот ну ну например возьмем вот этих ученых говорит жене постоянно что он пошел за хлебом и идет за хлебом но при этом выводит теорию о том что он произошел от обезьян он обманывает себя и обманывает других таким образом понимаете поэтому абсолютно правдивым если честно если разобраться по-настоящему абсолютно правдивым может быть только цветочивые мы сейчас даже когда мы говорим здесь разбираем правдивость мы не можем позихать так сказать на абсолютную правдивость стремление все равно стремление идти к свету да стремление идти к свету но я думаю нам тоже сделать надо все таки паузу потому что ну полтора часа это уже конечно это я вообще просто нагло использую ваше смирение и терпение прощение и правдивость а есть аскеза да поэтому давайте сделаем перерыв небольшом оставить один да не то что мне там прям был шарик а когда он сидит он превращается в музыку что-то такое что-то такое что-то как тут что-то как тут а красная штука тут что вы там скопировали все вторая часть махер это спасибо большое ну что ж будем потихоньку начинать да Шарики были творожные, волшебные, белые От Валентины Искусницы Спасибо ей за то, что она нас поддерживает Валентина Искусница это полумистическое лицо Мистическое в том смысле, тайное Она, кстати, начала тоже в светокубах Да, да, да Ну в общем-то, которая вот служит людям таким образом Готовит просто и передает свои шедевры кулинарного искусства На наш замечательный, прославленный во всех трех мирах Ведический клуб И она получает благо от того, что мы все это ням-ням делаем Даже она не от того получает благо, что мы ням-ням А из-за того, что она это делает бескорыстно Поэтому вот так в сердце поблагодарите ту личность, которая приготовила эти замечательные И не только в сердце И не только даже в сердце Если ее увидите, ну я сразу сказал, что лицо Тайное, значит, она не хочет славы, почета, она избегает всячески Давай-ка возьмите материальные, медики А? Материальные, ведяще такие Ну да Если вы хотите, кстати, уж слишком хотите ее благодарить То можете тоже что-то приготовить и принести Это... Она так радуется вечно возможности приготовить Да, не, но мы... Дело в том, что он не пропадет Я еще никогда не видел, что пропадало Словно будет двухразовое питание Двухразовое? Двухразовое? Одно день есть и можно еще в конце Двухразовое, понедельник, среда, пятница Да Шведский стол, когда... Как же подходить билет? Это очень хорошо Да Готовить и для удовлетворения других людей Это очень хорошо Очень очищает сердце Двухразовое, как это вот уму? Вот мне понятно Как-то ты отдаешь, а тебе приятно Это не... Это иррационально Ну да Ну нам же, может быть, поздравить Нам принесли подарок, да? Не, я этим пользуюсь, но почему это происходит? Я не понимаю Так и никто не понимает Но оно работает Оно работает Потому что сила, энергия, энергия Мы соприкасаемся с энергией бескорыстия А она очень сладкая Она несет в себе... Она несет в себе... Да, мы соприкасаемся с энергией определенной Тонкой Энергия бескорыстия И она несет вот эту вот сладость Кое сердце Удовлетворенность Счастье Блаженство Хорошие слова Правда? Она 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 И так Будем двигаться дальше И причем попробуем сейчас это все быстренько Раз и все Пройти Очень кратко я повторю то, о чем было сказано в первой части нашей встречи Значит, сатья это правдивость, ложь, а сатья Правдивость это говорить... нет, давайте так, правдивость, что такое правдивость? Что я все говорю, говорю, говорю... Говорить я говорю... Часть из 13 фонов Это один из вариантов, да... А вот определение правдивости, которое дано мудрецом великим... Мудрецом великим... Мудрецом великим... Мудрецом великим... Да, да... Мудрецом великим... Мудрецом великим... Да... Да... Поэтому правдивость определяется как активный элемент речи Прежде всего это связано с речью... Говорить... Начальник говорит... Был... И... Троеточие ставит... Пару стенки... А... Пробка была... Пробка была... Вы знаете... А зачем говорить, что проб... Скажи, что проспал... Скажи по-честному... Вот скажи по-честному... Потому что больше всего хочется врать начальникам... Ха-ха-ха-ха... Ха-ха-ха... Потому что не так сложно говорить правду... Сложно не создавать ситуации, после которых... Не приходится врать... Понимаете... В этом сложность... И так... А... Правдивость сатья это функция дгармы... Это функция закона нравственности, который действует в этом мире... Можно его называть как угодно... Закон дгармы, закон нравственности или закон Божий... Неважно... Суть от этого не меняется... Изучение священных писаний... В частности Вед... Является источником силы... С помощью которой... Человек обретает возможность... Говорить правду как таковую... Он узнает из Вед... Получая образование... Слушая... Слушая... Поэтому... Когда мы говорим... Изучение Вед... Означает... В нашем случае... Означает... Слушание лекций... Слушание лекций... Потому что изучение Вед... Это еще тоже большая тема... Можно... Ну... Где взять вот эти Веды... Вот Веды эти... Взять их открыть... И почитать... Я сегодня делаю ссылки... Написание... Но вот... Кроме Бхагавадгиты... На русском языке... Других по сути нету... Вот... По сути нету... Есть на английском переводы... И то они еще тоже... Надо давать оценку... Что это за перевод... Кем он сделан... И насколько он соответствует... И санскриту... Который это самое... То есть целая наука... Не так просто... Взял и почитал Веды... Поэтому слушать лекции... Мы рекомендуем... Здесь... Слушать о качестве характера... В частности... Александра Геннадьевича Хакимова... И... Олега Геннадьевича Турсунова... Вот это мы... Кого мы можем... За кого мы можем поручиться точно... Вот... Поэтому слушать... И слушать надо... Ну знаете... Вот есть разные лекции... Вот... Мы сейчас говорим о развитии хороших качеств... О самосовершенствовании... О нравственности... Морали... Духовности... Немножко цепляем... Вот нужно слушать... Именно такие вот лекции... Понимаете... Потому что где там... Что там... Вот это по здоровью... Тоже надо немножко... Мы как раз обсуждали... В перерыве... Да... Это тоже нужно... О здоровье... Как правильно о нем заботиться... Но намного более эффективным... Будет получить консультацию доктора... Потому что каждое тело индивидуальное... Я уже... Ну в общем есть опыт... С этим здоровьем... Ну... Лучше принять авторитет... Потому что когда начинаешь вот это... Экспериментировать над собой... Проходит 10 лет... И потом думаешь... Что ж такое... Я же ведическую... Ведическую арведу внедряю... А хуже и хуже становится... Ха-ха-ха-ха... Так вот... Чтобы такого не было... Следует правильно принимать авторитетов... Это так... Ремарка... И... Мы кстати... Не дали определение лжи... Ну ладно... Чтобы времени не терять... Это антипод правдивости... Вот и все... Говорить неправду... Ну а вы видите... Что Писание... А говорить правду... Не во благо другим... Не... Ну это не будет ложью... Это будет правдивостью... Но немножко не в той гуне... Ну немножко... Несовершенного качества... Поэтому... Мы разбирали тексты с Бхагадгитой... Где говорилось о том... Что... Одной только правдивости недостаточно... Она должна быть... Обернута... Она должна быть... Укутана... В... Желание принести благо... Да... Но не... Как там... А? Ведь она должна быть... Правдивая... Правдивая... Да... Она должна быть приятной... Она не должна быть... Вызывать беспокойств... Она должна быть... На благо человека... Вот... То есть... Очень важно... Эти моменты... Снова и снова... Переслушивать... Перечитывать... Даже... Оно очень хорошо... Когда ты выучиваешь... Эти тексты... На санскрите... Знаешь... Перевод... Каждого слова... Заучиваешь буквально... И потом... Повторяешь... 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 И постепенно... Так... Потом... Внедряешь в жизнь... И... И так... Именно... Меняется... Привычка... По-другому... Сложно поменять... Свои привычки... Ничтожные привычки... Анудвега... Карам... Вакьям... Сатьям... Приегитам... Чай... Яд... Свад... Я... 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 Нам... Чай... Ван... Я... Я... Тепь... И важно понять что правдивость это аскеза для речи... Аскеза... Не хочется... Но надо говорить... Найдите в этом вкус... Вот... Найдите в этом вкус делать то... что не хочется, то, что неприятно, но то, что приносит благо. И вы увидите, насколько внутри будет сразу же фидбэк, понимаете? Будет ответ внутри, что ты сделал правильно. Есть особый опыт, здесь могут люди поделиться, говорить правду. Да, да, да. Очевидно, внутри становится легче. Вроде бы не заработал, там где-то потерял, например, в деньгах, но сказал правду. Знаете, сказал правду. Но зато чувствуешь себя хорошо. И отношения, да все хорошо становится. Но отношения иногда не улучшаются, мы слишком не придаем этому значения. Но факт тот, что внутри будет хорошо. Да, состояние будет... Или знаете, пожертвование не хочется сделать, а вот взял и сделал. И вот чувствуешь, вот внутри удовлетворение приходит. И его никак нельзя. Вот Олег говорит. Ну как это объяснить логически? Отдаешь, а получаешь. Вот как это объяснить? Сказал правду, потерял. Может быть потерял. А вы знаете, бывает по работе. У меня было это. У меня было это. Ну вот. И неоднократно было. Что приходилось говорить так вот, как... А соблазн всегда стоит. Ну ладно, чуть-чуть там это самое... Ну хотя бы не договори, ну хоть что-то. Опять же, я не скажу, я не являюсь эталоном в любом случае. Но я просто говорю, что я почувствовал этот вкус, по крайней мере. И я могу сказать тоже, что тяжело быть правдивым. Вот правдивым тяжело быть по-настоящему. Мы к этому только стремимся. Но в любом случае, я убежден. Вот убежден. И не знаю, даже возьму на себя такую вот смелость и скажу, имею опыт того, что вот когда ты поступаешь так, согласно с этими принципами, которые ты сам себе поставил. Это между тобой и твоей совестью. Это не между тобой и людьми в конечном итоге. Это между тобой и твоей совестью вообще. И ты поступаешь вот так. Теряешь как бы внешне, но в целом. Но оглядываясь назад, жизнь оглядывается с вашей кожей, ты уважаешь сам себя и ни о чем не жалеешь. Да, да, ни о чем не жалеешь. И удовлетворен, что самое главное. Ты по принципу, ты удовлетворен. Поэтому следовать принципам, жить по правде означает следовать принципам определенным. И мы продолжаем читать Магабхарату. Мы говорили о том, что кшама, спокойность, сдержанность и прощение. Вот эта сдержанность, вот эти все качества кшаматы, кшам, кшам означает вот такие вот переводы. Спокойность, сдержанность, сдерживать гнев, прощать. Вот это качество, оно кшаматы, сарвата, садгу, садва, пноти, часатья ван. Человек, который говорит правду постоянно, он обретает способность контролировать свой гнев. Не обижаться. Так вот, Бишмадев в Магабхарате объясняет, что вот эти 13 качеств добродетельных, они не могут жить в сердце человека, который является обманщиком. Эте тройодаша кара, тройодаша означает 13, эти, эти, эти тройодаша, 13 качеств притхак садьяйка лакшана баджанты садьям и вэйга брымгаянти чабхарата. Все эти 13 качеств являются разнообразными проявлениями единого качества. Вот интересно он говорит. Правдивость. То есть все эти качества, это разные проявления единого качества. Правдивости. Все они зыждятся, баджанты, на правдивости и дополняют ее. Брымгаянти. Интересно, да? Как добродетельные качества вырастают из правдивости. Я сегодня уже говорил о том, что есть садья юга. Это первая эпоха. Вторая эпоха, это трета юга, потом два пара юга. И самое последнее, это калий. И в конце калий наступает разрушение полное и потом опять садьи. Обнуление происходит. Так вот, садьи это священные веки. Но чем дальше, тем больше деградация. И мы живем век калий. Началось это пять тысяч лет назад. Ну, сейчас же золотое проклятие. Ну, мы сейчас не об этом даже. Мы сейчас даже не об этом. Факт тот, что садьи означает правдивость. И вот говорится, что есть четыре столпа дхармы. Четыре столпа дхармы вот этого. И вот сравнивают с четырьмя ногами быка. Вот говорится, дхарма — это бык. Это бык, это как олицетворение дхармы. Он олицетворяет собой закон нравственности. Дхарма, бык. И вот в калий-югу три ноги — милосердие, ненасилие, правдивость и чистота. Так вот, из этих четырех остается только способность быть правдивым. То есть милосердие, чистота и ненасилие, они приходят в большой упадок в калий-югу в наше время. Но правдивость все равно следует культивировать. И благодаря культивированию правдивости можно обрести самые благоприятные качества. Ни в коем случае не нужно пренебрегать этим моментом. Это очень важно. Очень важно. Правдивость очень важна. И опять же, все остальные качества, они вот имеют связь с этим качеством и правдивостью. Дальше. Магабхарата. Сатьяся вачанам садгуна сатья видятый парам. Сатья на ведры там сорвам сарвам сатья пратишти там. Говорить правду — это хорошо. Нет ничего превыше правдивости. Все свержится на правдивости и все зависит от правдивости. Тоже такое выражение из Магабхараты. Дальше о недоговорках и случайно искаженной истине, как мы уже говорили. Недоговорки. Вы знаете, что такое. Недоговорил. Недоговорки. Тадри шей мухи, ты бало, ятра сатья маништи там. Сатьян рите винишчите тату бавати дхарма вит. Невежественный человек — бала, его называют. Бала. Бала означает ребенок и бала означает также невежественный человек. Баловаться. Баловаться, да. Это отсюда. Баловаться как раз, вот этот суффикс, вести себя как ребенок или как глупец. Ну, то есть двойное значение, не обязательно. То есть может быть ребенок, а может быть глупец. Так вот, невежественный человек, бала, он совершает грех. Причем, обратите внимание, бала, длинное а. Есть в санскрите длинные и короткие. Потому что есть такое же слово, без длинный а, бала. И это уже будет совершенно иное значение. Сила. Невежный человек совершает грех, когда он говорит правду, которая неполна. То есть определяется словом аништи там. То есть это неполное право или недостоверное право. То есть он сам ошибается в достоверности, не понимает, что это недостоверная информация и говорит. То есть это, поэтому и такого человека называют глупец. Понимаете? Человек, который не знает правду, он бала. И бывает иллюзия одно из качеств ума. Да, да, он прибыл. То есть истину мы узнаем только из Писаний. По-другому невозможно узнать истину. Шастра Йонитваат. Есть такое. Из шастры. Мы познаем истину из шастры. Поэтому так важно слушать регулярно Писание. Нужно изучать и слушать Писание. Так вот, знатоком Дхармы является тот, кто умеет отличать истину от лжи. Дорогие друзья, это в этом же тексте говорится. Сатья-анрите. Сатья означает правдивость. Анрита мы говорили. Означает ложь. Сатья-анрите. Винищитья. Тато бхавати. Дхарма-вид. Вид означает... Слово Веда означает этот вид. Вид означает знающий. Дхарма-вид означает знающий Дхарму. Знающий закон Божий. Умеет отличать хорошее от плохого. А в Бхагавадхите сказано так, когда человек под силой невежества находится, он смотрит на чистоту, как на грязь, на святое, как на пороки. А на пороки, как на святое, а на грязь, как на чистое. Невежество все переворачивает вверх головой. Страсть. Человек слишком привязан к чувственным наслаждениям. Страсть. Человек не может отличить в таком случае, где вообще тут хорошо, где плохо. Он путается, постоянно путается. Человек в благости. Дхарма-вид означает знающий Писание, имеющий хорошие качества, правдивый, смиренный и так далее. Дхарма-вид умеет отличать, где хорошо, а где плохо. Потому что когда человек в невежестве, он думает на то, что плохо, он думает, что это хорошо. Поэтому про такого человека говорят, что благими намериями его, такими благими намериями, стелится ему же дорога ва. Потому что то, что он считает благом, на самом деле является смертью. Понимаете? Как вот эти смертники, которые там во имя Аллаха, так сказать, они уничтожают других. Во имя религии там, вот есть фанатические. Какие вещи ужасные творились на фоне этих религиозных догм. В рамках одной христианской, может быть, или одной мусульманской. Я уже не говорю за то, что как они постоянно между собой они. Тот защищает своего бога, этот своего. И гасят, убивают друг друга вообще. Детей там все. Я считаю, что по статистике больше всего убитых было. Это, кстати, на фоне именно религиозной темы. Да, это называется фанатизм. И это не имеет ничего общего с религией, дорогие друзья. Такие религиозные деятели прямым путем идут в ад. Вот и все. Это не является религией. Они не способны понять, что такое религия. Потому что одним из основных переводов слова Дхарма, оно также является религия. Вот так. Поедем дальше. Интересно, что все вот эти склонности обманывать себя и говорить неправду. Мы только что обсудили момент, что я обманываю себя и из-за этого говорю неправду. Например, верю в то, что человек произошел от обезьяны. Еще раз приведем пример. Человек произошел из обезьяны. И всем рассказываю. Человек произошел от обезьяны. Человек произошел от обезьяны. Вот. Откуда это? Ведах говорится о четырех видах недостатков. Свойственных для всех живых существ, живущих в этом мире материальном вообще во всем. Для нас с вами. Каранапаттава. Живые существа наделены несовершенными чувствами. Наши чувства несовершенны. Чувства несовершенны. Понимаете? Слышу одно на самом деле, другое, делаю заключение, логика. Это все несовершенные чувства. Бхрама означает совершать ошибки. Склонность совершать ошибки. Из-за того же чувства, по сути, несовершенны, у нас есть склонность, врожденная, природная склонность ошибаться. Прамада означает впадать в иллюзию. И випра липса, склонность к обману. У нас у всех есть склонность к обману. Даже, может быть, нехотя, но мы обманываем друг друга. Вот в вопросах каких-то, мы сейчас в бытовых поднимемся на что-то более совершаемое. Обман, склонность к обману, она врожденная. То есть, с этим всем нужно бороться. Это означает, что нужно постигать знания, нужно получать истину из надежных источников. Надежные источники, это не просто веды, как книги, на самом деле. Есть такой текст. Для того, чтобы постичь истину, надо не просто в книги заглядывать, а нужно общаться, получать общение, знания от живых носителей, которые реализовывают, реализовывают это знание в своей жизни. Понимаете? То есть, по поводу правдивости, если мы с вами общаемся, ну, представьте, вот в той степени, в которой я следую этому, в той степени оно может достучаться до сердец тех, кто меня слушает. Понимаете? Иначе, если я сам не следую этим вещам, то я не должен говорить. Я не должен говорить. Это будет лицемерие, обман. Это нехорошо. Поэтому я не хочу сказать, что я следую. Понятное дело, что я лицемер. Это вообще какое-то недоразумение, что вы пришли сюда. Но в целом принцип такой. То есть, нужно посвящать свою жизнь для того, чтобы находить людей, не книги, а людей. Ачария. А? Ачария. Да, ачара. Ачара означает следовать, да. Нужно находить людей, которые следуют. Потому что, если вы попадаете, даже когда мы говорим о духовности, вы попадаете в любую церковь, там, храм, мечеть, как угодно назвать. Назовем храм Божий. Так вот, если люди следуют, они вас будут привлекать. Если вы попадете на тех людей, которые вам говорят, завяжи хусточку, девчушечка, ты куда пришла? Или что-то в этом роде. Чего ты в футболке сюда пришел? У меня ряса нету, я не купил ряса. То есть, если вы попали на таких людей, все, вы сразу же сделали по этим людям, вы сделали заключение об этом пути. Я думаю, это очень важно. Это, пожалуй, самый важнейший элемент вообще. Встретить, получить удачу, соприкоснуться с людьми, которые по-настоящему следуют ведическим правилам, предписаниям, в частности, правдивости. Поэтому, когда мы говорим о правдивости, также, учитывая все эти наши недостатки, еще раз подчеркнем, что правдивость, вообще статус правды мы получаем из Писания, мы не выдумываем его сами. Мы получаем из Писания и мы отдаем себе отчет, что абсолютная правдивость возможна не в этом мире, а в духовном. Она, в принципе, здесь невозможна, абсолютная правдивость. Потому что абсолютная правдивость возможна только в взаимоотношениях с абсолютной истиной. Абсолютная истина в глатыни называется «сумум бонум», «полное целое». Это Ишавасия Мидам Сарвам Яткин Ча Джагатям Джагат Тейна Тяк Тейна Буджин Там Магрид Гакаса Свит Дганам Есть такой текст. Абсолютная истина – источник всего, владыка всего. То есть, Бог означает абсолютная истина. Вот так называют Бога – абсолютная истина. То есть, совершенство, высшая истина, потому что Он является источником всей правдивости. Он является источником всего сущего, но именно истина является источником Он. Поэтому только святые люди обладают абсолютной правдивостью, только святые по-настоящему. Магабхаратан говорит о том, когда нельзя говорить ложь. Потому что сейчас мы приближаемся к теме уже по поводу того, когда ложь допускается. Но когда она не допускается. Говорить ложь в суде. Как раз то место, где хочется врать. Больше всего. Это естественно. Адгикары. Адгикары яд анритам. Адгикары означает авторитет правительства. Ну вот, переводится как суд. Но в целом нельзя врать авторитетам. Конечно, я бы не хотел сейчас слишком погружаться в тему современному государству. И заплатить 150% налогов на 100% прибыли. Как бы вот сложно, конечно, тут погружаться в эти все моменты. Ну да ладно. Мы сейчас не будем. То есть прозвучало. Адгикары яд анритам. РАДЖА ГАМИЧА ПАЙШУ НАМ. Дальше. Вести притворно ПАЙШУ НАМ. Перед царем. Вести себя лицемерно перед правителем. Это не хорошо. Перед власть имущим. Перед начальником, например. Возьмем, спустимся на наш уровень. Не нужно лицемерить перед начальником. Это не очень хорошо. Точнее, это плохо. И если вы работаете, это на работе очень достаточно. Это первое место, где нужно применять, после семьи, конечно. Применять принципы правдивости. Вот попробуйте. Попробуйте постепенно внедрять. Дальше. Вести лживо по отношению к гуру и старшим, в принципе. ГУРОШЧАЛИКАКАРАНА АЛИКА означает ложь. САМАМТАТ БРАХМАГАТ КИАЯТ. Все эти виды лжи, это все равно что Брахмахатья означает убийство Брахмана. Убийство Брахмана означает убийство святого человека. Самый тяжкий грех из всех, который только может быть. Это Брахмахатья. Убийство Брахмана. Убийство святого человека. Так вот, Брахмахатья – ложь в подобных ситуациях, которые перечислил. Магапарата причисляет к Брахмахатью. Поэтому в особенности, конечно, ГУРОШЧАЛИКАКАРАНА. В особенности ГУРУ, то есть означает учитель, наставник, старший. Вот это вообще, я не знаю, это вообще исключается эта тема. Зачем лгать таким людям, непонятно. Ну, бывает такое, к сожалению. Есть какие-то вопросы на этот счет? Нет? Нет? Я теперь расскажу вам о допустимой лжи. Интересно? Или все-таки разойдемся? Нет, нам нужно обязательно. Я процитирую текст… Если вы поели абсолютно. Да. Я процитирую текст из Бхагавата Пурана, восьмой песни. Девятнадцатая глава, сорок третий текст. СтрИШУ НАРМА ВИВАДХИЧА ВРИДЬЯ РТЬЪ ПРАНА САМКАТЕ ГО БРАХМА НАРТХЕ ХИМСА ЯМ НАНРИ ТАМ СТЬЯordon ДЖУГУ ПСИТАМ СтрИШУ НАРМА ВИВАДХИЧА ВРИДЬЯ РТЬЪ ПРАНА САМКАТЕ ГО БРАХМА НАРТЬХЕ cosayam НАНРИТАМ СТЬЯordon ДЖУГУ ПСИТАМ Вот так. Или, например, И там же они, эти все, не просто стишки написаны, они все в формулах определенных, размеры. Если погружаться в эту науку, вот если погружать, там должны быть определенное количество длинных гласных, потому что, как я уже говорил, есть длинные гласные и короткие в санскрите, определенное количество, они по-определенному должны чередоваться. И под этот размер только подгоняются тексты, понимаете? Или, стришу нарма... Ну, в общем, есть различные мотивы. И есть различные размеры также. Различные размеры, различные, так сказать, мелодии. Так вот, стрии означает... Стришу... Стрии означает женщину. Когда мужчина флиртует с женщиной, как объясняют комментаторы, он может врать без проблем. Рассказывать ей что? Что она красивая там... И так далее, и тому подобное. То есть разрешено. Как и пушкулина. И это нормально. Ну, вы согласны. Но... Ну, честно... Третья песня, это восьмая. Что если человек... Если... Муж слишком уж рассыпается в комплиментах женщины, значит, он вообще нет сомнений, что он обманывает. Нет сомнений. Ну, в этом обмане нет ничего плохого. Стришу... Нарма виваге чан. Интересно. Нарма. Нарма означает шутка. Когда человек шутит, он может обманывать. Ну, например, мы чуть ли не пошутили, что не приедут сладости. Ну, когда это делается в юмористической обстановке, то шутить можно, там рассказывать. О, что-то у тебя за рожки, там, или что-то у тебя. Там, 1 апреля никому не верю. Виваге. Вивага означает свадебная церемония. Когда происходит свадебная церемония, жених и невеста, то есть, когда невеста разокрашена, и все, то есть, надо вот вообще, то есть, вот эти все преувеличения, все эти комплименты, они даже поощряются. Я скажу дальше больше. Вот даже я не знаю, я даже боюсь вам это произносить. Следующий четвертый вопрос. Честно, боюсь. Я всегда боюсь это. Я вам... Врите артхе, врите артхе, врите артхе. Мне очень страшно вам об этом говорить. Я даже вам не переведу. Вот скажу вам, врите артхе, и все. Ну, мы будем научиться потом говорить. Проведите изыскание, найдите. Что означает врите и артхе? Или артха? Врите артхе. Проведите, вы скрываете правду. Ну, я делаю это во имя вашего блага. Я делаю это во имя вашего блага. Я знаю, что ребенок еще может врать, если это помогает ему, как бы, жизнь сохранить. Нет. Если жизнь сохранить, есть отдельно на это. Да, в принципе, можно обманывать, если сохранить жизнь. Интересно, что брахман, настоящий брахман, не обманет даже в этом случае. Ну, это брахман, потому что брахман в высшей степени правдивая личность. Ну, а так, народ честной, как мы, ну, как бы, там, да, понятное дело, что мы будем обманывать, когда... да, трешечки. Да, трешечки. Не, ну, это естественно, в принципе. Потому что пятый пункт, я вам скажу, го брахмана архи ради защиты коров и брахманов. Можно обманывать. То есть защищать священных людей, и коров это, ну, то есть мы говорили о мясоедении, коров вообще, ну, вообще не допускается. Скажем, корова невкусная. Большой-большой. Го-вядина отсюда, кстати. Го означает корову. Коров вообще нельзя есть. Вообще. Это очень считается греховным. Поэтому не ешьте корову. То есть тут, ну, как бы бескомпромиссная должна быть, правда. Ну, кого не ешьте. Да, ну, там уже я не... Ну, хотя бы коров, я не знаю. Но если уже... Потому что навязать вегетарианство... Ну, я не преследую этих целей навязать вегетарианство людям, честно. Вот не преследую. Выбор каждого индивидуальный. Но коров однозначно нельзя вообще их. Нельзя обижать. Не то, что есть. А если пряник в форме коровы? Ну, для вас можно. То есть, если человека собирается убить враги, если он подвергается смертельной опасности, говорится про него, можно во имя его блага соврать. Но есть в Ритти Артхея... Даже не знаю, что с этим делать. Ну, вот четвертое, да. Вот как-то этот пункт. Вы, первое, не запомнили, что вы там сказали? Думаете, вы пошли дальше, а вы не слышали, да? Все-таки мы ждем. В Ритти... В Ритти означает... В Ритти означает... Деньги, профессия. Зарабатывание. И Артхея... А? При зарабатывании денег. Да. То есть, во время зарабатывания денег допускаются комбинации. Так это же то же самое, что вообще нужно. Большинава, он же разрешает припевать. Нет, это не то же самое. Так, как Сунов говорил. А? Вальшин? Да, да. Ну, вы знаете, правдивость, мы сходим, есть универсальный принцип вселенский, глобальный, как мы говорили. И это правдивость прежде всего. Я с вами согласна. Я говорю о том, что как черта характера в их... Как у каждого человека... У них это присутствует, и они действительно искренне не понимают, что чуть-чуть припихал, ну подумаешь. Ну, присутствует, да. Но все равно это... Ну, понимаете, это не эталон поведения. В любом случае, говорить на черное... Не эталон, я говорю, как бы качестве характера присуще. А характеру, да. Ну, понимаете, просто если сказать в Ритти Артхея, и сказать, когда человек зарабатывает, ему можно врать, то это означает поставить хрест вообще на попытках людей изменить себя к лучшему. Потому что под это в Ритти Артхея можно подогнать любую жизненную ситуацию вообще. Любую, все, что хочешь. И начинаешь, да, манипулировать этим. Поэтому я предлагаю сходить из принципа, что не нужно обманывать. А уже там... Обманывать все равно все будут. Все равно все будут. Но не нужно думать, что это хорошо. Это, знаете, как... Есть такая, тоже хороший комментарий в Бхагавадгите, он дается, где допускается чувство наслаждения, например, семейной жизни, сексуальные отношения. Разрешается. Хотя это чувство наслаждения, которые, в принципе, вредят. Жизни духовной. Но семейные, они разрешаются. Так вот, комментарий таков. Даже на самых лучших дорогах бывают аварии. Поэтому нужно быть на чеку. Что такое хорошо, что такое плохо. Врать это плохо. Надо исходить из этого. Поэтому всячески пытаться не обманывать. Нужно стараться не обманывать. Нужно стараться. Потому что даже если это ваиши, а торговец, который зарабатывает деньги, крутит, вертит. Но если он одно дело, знаете, одно дело обмануть как? Укрыться от уплаты налогов. Ну, как бы классика, да? Одно дело так. А другое дело, а совсем другое дело, когда он возьмет, например, своему другу, продаст машину, думая о том, что он ваиша якобы, так сказать, торговец. Продаст машину, скажет у него с двигателем все нормально. А в том двигателе уже дым черный из выхлопной трубы. Уже все. Понимаете? И там продает, и там продает. Ну, то есть оценочное понятие. Тут нельзя алгоритмы единого для всех случаев придумать. Но мы все равно должны стараться исходить из принципа говорить правду. Лучше говорить правду. Все. Я думаю, тут все понятно. Я... Да, Махабхара-то так же перечисляет некоторые варианты, когда можно приврать. Опять же, она говорит про свадьбу. Это касается тех, кто на ведоку. Нельзя вообще вврать. Это мы так, до общего развития. Слушай. Не, ну каждый все равно, понимаете, Женя, каждый все равно на своем уровне. И каждый примет это на своем уровне. И всех под один уровень. Подредактировать, под себя. Да, и под... Да. Ум, там все чик-чик-чик-чик-чик. Но все равно... Знать, сколько каждый будет интерпретировать в форму, как он понял. Да, да, да. Но в любом случае нужно стараться жить согласно с принципом правдивости. Если брахма никогда не... при любых обстоятельствах никогда не стремиться. Да, да, да. Но, опять же, но жизнь учит, что есть разные ситуации. Есть действительно. Но, знаете, поэтому есть принцип гуру. Когда мы приходим к гуру и говорим, я зарабатываю деньги, у меня предприятие, я продаю мягкие игрушки. Я их наполняю китайским химическим наполнителем каким-то. А рассказываю, что это экологически чистое. Но за счет этого я зарабатываю нормальные деньги. Могу купить себе две машинки и одну машинку жене. Как мне быть вообще? Ну, я вот сходил на ведоклуб, чуть с ума не сошел. Говорят, что нельзя брыхать. Вот. Что делать? И когда есть наставник, гуру, духовник, старец, как его назвать? Как угодно. Ну, когда есть кто-то. И скажет, ну, ты знаешь, мне кажется, ты перегибаешь немножко. Лучше не говорить, откровенно, не обманывать людей. Или же человек мясо продает. Ну, как-то уже озвучился этот пример. Продает мясо и содержит четверых детей. Это в случае жизни. Идет к духовному учителю и спрашивает, что мне делать? столкнулся с этой всей литературой, с этим знанием и думает, что делать? А я сейчас перестану мясо продавать, дети будут голодать. Идет, спрашивает. Ему говорят, искренне старайся поменять, со временем все станет на свои места. Пока занимайся, выхода нет. Хорошо. Время проходит и все меняется. Интересный феномен. Точно так же и здесь. Лучше всего, когда у нас есть какой-то Бог, то лучше всего спросить, а можно ли мне вот так вот обманывать? Даже если это в ритяархе, ради зарабатывания денег. Лучше спросить и получить благословение. А если я получил благословение, то потому что тот, кто его дает, если он его дает, он должен понимать, что он разделяет, об этом говорится в Писании. Он разделяет ответственность с тобой. Все. Поэтому нормальные люди благословениями не разбрасываются и советами точно так же. Он здесь сразу подумает, прежде чем дать кому-то совет. пранатяяя. Нужно, если речь идет о защите жизни, пранатяяя, виваги, а также на свадьбе, чат. Вактавям анритамбавет. Можно допускать ложь. Об этом говорится 12.109.19 И в следующем тексте ардасиаракшанарта я парэйшам дхармакаранат. Если человек говорит ложь, чтобы защитить имущество и процветание других, других, опять же, подчеркивается, или ради дхармы. Интересный тоже такой момент, что иногда ради защиты дхармы можно соврать. Даже, ну вот не хочу обсуждать это, давайте, даже лучше бы я его не озвучивал. Потому что можно тут наспекулировать тоже, сколько хочешь. И тоже шутки, слова женщине на свадьбе во имя гуру, как тут, на гурвардхей, на атмано дживвардхей. Для спасения жизни. Джива означает жизнь. Для спасения жизни можно обманывать. Обратите внимание, что шастра говорит только о спасении жизни конкретно. Если речь идет о своей жизни, ради своей жизни, или ради жизни других. Понятно, врывается убийство, разбойник в дом и спрашивает, где твой ребенок. Ну как бы тут все понятно и так. Что никто этого не скажет. Или скажет, что его нету, или что-то еще. Но это не будет нарушением дхармы. Это не будет страшных адских мучений. Шастра это понимает. Как развивать правдивость? Я вам еще один текст из Магафара. Это 12.162.10. Сатью, или правдивость, называют неразрушимой, вечной и неизменной. Неразрушимой, вечной и неизменной. Ее можно обрести посредством деятельности, которая не противоречит всей дхарме. Интересно. Сарва дхарма Аверудгамча То есть, если в целом правдивость культивируется через нравственный образ жизни в целом, в комплексе. Понимаете? То есть правдивость, дхарма зависит от правдивости, а правдивость зависит от дхармы. Такой вот, казалось бы, замкнутый круг. Интересно. Сарва дхарма Аверудгамча Йоги Найтат Ава Пьяты И через йогу. Через практику йоги. Йога не означает физическое упражнение. Йога означает поклонение Богу. В этом смысле. Потому что йога означает связь с Богом. И то есть мы отмечаем важный момент, что правдивость нужно развивать параллельно с другими качествами, как ни крути. Однако на правдивости мы делаем все равно особый акцент. И мы когда мы говорим йога означает связь, и нет сомнений, почему святые люди могут быть в высшей степени правдивыми. Потому что это вопрос между им и Богом, который называется совестью. То есть это вопрос не между им и окружающим. И он не обманет тебя не из-за того, что ему это выгодно, а из-за того, что у него отношения со Всевышним. Это очень чисто. Невозможно исчерпать добродетель правдивости. По этой причине все брахманы, святые люди, там, жители небесные, все прославляют сатью. Вот так. Дорогие друзья, я вам искренне благодарен за то, что вы сюда пришли, за то, что была возможность поговорить, вдохновиться самому, попытаться принести какую-то пользу вам. Пожалуйста, практикуйте эти вещи. Пускай благодаря практике ваша жизнь становится все более и более насыщенной, сладостной, счастливой, радостной, блаженной, правдивой. Вот. И попробуйте взять какие-то домашние задания на неделю. По практике правдивости. Честно мыть полы. Попробуйте, попробуйте, попробуйте что-то, мыть полы это всегда хорошо. Только честно мыть полы. Попробуйте внедрить этот принцип и дайте нам какой-то фидбэк. Будем очень благодарны в письменной форме, в особенности, в устной тоже. То есть, очень интересно, что вы прочувствуете, опыт. Все. Спасибо большое. Спасибо большое. Волшебная карточка благодатности по-прежнему стоит на кухне. Волос лично подойти или можно спросить? Да, как нравится. Вот мне нравится держать слово и правдивость. Как это связано друг с другом? Вот человек там вроде пообещал мне, не сдержав, что я сказал, но я... Да, да, да. А сейчас я правду говорю. Это вот ответственность, держать слово и правдивость. Да, держать слово. Да, 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 да. Это несомненно касается сегодняшней темы. Дал слово и сдержал. Дал слово и держил. Если не сомненно то там ответственность по полной программе идет. Не, но это вообще неправильно. Не, это однозначно это правдивость. Это тема правдивость. Но сказал, сделал. Это очень важно. Но сейчас редко такое встретишь. Редко встретишь, чтобы человек сказал и сделал. Настолько низкому памятник. Кальюга. Мы живем в такой век. Рождены... Искренне не видят люди в этом ничего такого. Ну, ничего страшного. Ну, не получилось. Кальюга. Да, да, да. Приходите за твою. Я же ты хотел, но Кальюга не позвонила. Всегда такую легкую лекцию. Всегда доступна. Я не знаю, с чем связано название. Этимологию не знаю. Но это все решается очень просто. Открывается. Такие вопросы, вот такого плана вопросы очень легко можно с помощью Википедии найти. Го. Кстати, у них на гербе мантра написана, которую мы пели на мантра-йоге. Галинда. Если я не ошибаюсь, штат Го, сейчас я вам скажу. Нет, там Сарви, Шам, Свастер, Бавату. Ну, в общем, вот это. Я желаю всем счастья. Что-то такое там у них есть. Насколько я могу ошибиться? Ну, их же штат особенный тем, что в отличие от всей остальной Индии им управляли не британцы, а португальцы. Валентин, мы же о празднии сегодня говорили, подумайте, посмотрите. Вы хотите от нас избавиться, а мы никак не хотим разбираться. Вы опять выходите, вот правда. Не хотим выходить. Я не хочу от вас избавиться, вообще, я бы с вами тут вообще... Это шутка. Я вас понимаю. Женщина стояла. Я красивую себя. Женщина значит правильно. Я вам прочитаю по поводу Гоа. Ничего не нарушил. Задали вопрос по поводу Гоа. По поводу Гоа я вам прочитаю этимологию. В древней литературе Гоа известен миру под множеством названий. Го-манта, го-манчала, го-пакапаттам, го-пакапури, го-вапури, го-вем, го-мантак. Магабхар это называет регион Гоа иным названием го-параштра или го-вараштра, что в переводе санскрит означает страна пастухов скотников, ну то есть связана с коровами. Так или иначе. Да, то есть Гоа связана с коровами. Все. Видите, уже авторитетно звучит. А так иногда что-то показалось астралопитек. С Австралией значит связано. Оказывается, нет. Спасибо.